Всем здравствуйте! Это дежурная группа. Сегодня 7 марта и хочется подарить вам немного праздничного настроения. Этим, кстати, сегодня занимаются студенты Красноярского железнодорожного института. Молодые парни с охапками цветов поздравляют пассажирок, дарят им весеннее настроение. Конечно, неожиданно приятно. Очень спасибо огромное нашей железной дороге. Мы сами железнодорожники. Да? Да, поэтому нам очень приятно в войне. Но, наверное, самым неожиданным стало поздравление для пассажирок поезда Москва-Чита. Остановилась буквально на час, и женщин тут же встретили студенты 3-4 курсов. Кто это заставил, честно? Нет, сам по довольному желанию. У тебя уже два тельпанчика осталось. В двух руках правильно держишь. Насколько быстро разлетелись цветы? Минут 10. За ними бегают женщины с пакетами из пресс-службы. Там еще добавочные цветы, если вдруг у мальчишек закончится. А вообще, пять сотен тюльпанов сегодня раздают молодые люди прекрасным женщинам. Приятно так вообще. Вы куда едете у нас? Мы на Байкал. Отдыхать? Отдыхать. Как раз на 8 марта? Да, мы так решили. Муж подарок сделал? Муж. Мы поздравим пассажиров и работников вокзальных комплексов, и наших проводников. Всех, кто так или иначе, не только тех, кто едет, но и тех, кто обеспечивает перевозочный процесс. После студенты сядут в электричку на Дивногорск и будут поздравлять милых женщин уже в пути, ну и соответственно на самой станции в Дивногорск. А сейчас ненадолго перенесемся в район Зеленой Рощи и потом еще раз с вами обязательно встретимся. Спасибо, Стефания. Мы на проспекте Ульяновский, 11А. Наблюдаем, как уходит целая эпоха. За моей спиной кафе на берегу. Ему уже больше 25 лет, говорят местные, и сейчас идет демонтаж. Хорошая была капучка. Вдруг вижу, начали разбирать. Это все было под крышу, под железо сделано, все капитально. Видите, брусчатка, пол, это огромные деньги. Я слышал, что здесь будто бы разборки какие-то были. Здесь же танцы были, и музыка, и, ну, где музыка, и танцы, там и крики. В начале января этого года здесь даже произошла стрельба с пострадавшими. По одной из версий, сам сотрудник кафе таким образом пытался усмирить разбушевавшегося гостя. Шашлычная у них была, у них просто был дым. Планируется, живите, вот здесь мост сделать на правый берег, туда, на остров Татышево. Может быть, оно помешало им? А вот что рассказали нам в департаменте градостроительства. Проведена проверка, в результате которой выявлено, что соцсетникам нарушены условия договора, а именно площадь временного сооружения превышена в два раза. Департамент расторгует на стороннем порядке договор. За последний год это далеко не первый снос. При нас сносили знаменитое кафе «Измаил» на правобережье. Но там были явные проблемы с законностью строения. По стилистике кафе на берегу в роще, похоже, еще и на шашлычки за центральным парком. Помните, их тоже сносили, но с боем и с судами. А дальше, я думаю, ничего не будет. Будет просто зеленый островок. Что видите на этом месте? Хотя бы какое-то развлечение для детей. Ностальгия есть какая-то? Вы знаете, нет, абсолютно нет. Никакой. Снос кафе на берегу закончится через день-два. Осталось, по сути, убрать шифер. Ну и весь этот строительный мусор владелец тоже обязуется убрать за свой счет. Стефания, вам слово. Мы переместились в центр Красноярска. Здесь подземный пешеходный переход. Просто зацвел. Правда, пока что искусственными цветочками. Но от этого они не менее прекрасны. И буквально вчера здесь поставили неоновые вывески с различными профессиями. Вот, пожалуйста, есть даже моя. Гид по Красноярску таким образом поздравил всех с международным женским днем. Разместил карточки вот такие весенние. И оставил ссылку к ЮАР-код, где каждый может посмотреть про интересные события в городе. Как минимум еще одна весенняя фотозона готова. Обязательно приходите. Есть даже зеркало, чтобы поправить макияж и прическу. А если вы также увидели по городу что-нибудь интересное или необычное, обязательно сообщайте об этом нам по телефону 202-22-22. Фото и видео присылайте на Viber и WhatsApp. Для вас сегодня работали Стефания Микишова, Дмитрий Кочетков, Анастасия Цыганова и Сергей Пальшаков. Новости Прима.